Добрый вечер, дорогие зрители! В эфире телекомпании «Город» программа подробностей. Сегодня у нас в гостях Евгения Власова, начальник управления культурой администрации города. Здравствуйте, Евгения Сергеевна. Здравствуйте. Радостно увидеть вас в нашей студии. Взаимно. Евгения Сергеевна, в ближайшее воскресенье вся страна будет отмечать сразу два праздника – религиозный и нерелигиозный. Светлая Пасха и Первомай – праздник весны и труда. Расскажите, пожалуйста, о мероприятиях, которые предстоят. Я хотела бы остановиться, что все-таки главный праздник – это Пасха, который объединяет всех верующих. И администрация города сделана для удобства посещения храмов. В этом году не будет крестного хода. Все храмы будут работать в обычном режиме. И специально изменили транспорт, чтобы люди, верующие, могли прийти в храм, могли побыть на праздничном пасхальном богослужении и спокойно добраться домой. Поэтому транспорт будет ходить до 3 часов 30 минут. Все храмы города будут работать в обычном режиме, поэтому всех верующих ждут на праздничное пасхальное богослужение. В храмы города Рязани. Наверное, наибольший наплыв горожан уже традиционно ожидается у Успенского собора. Конечно. Христа Рождественского, храма Бориса Глеба, Скорбящинского. Поэтому все знают свои храмы и приходят в свой храм, где хорошо. Так, ну и о предстоящем празднике весны и труда. Сейчас подготовка уже, я так понимаю, к завершению подходит. Подготовка идет полным ходом. Состоялось несколько совещаний, встреч с предприятиями города, с общественными организациями. Получена информация для того, чтобы мы могли рассказать о каждом из предприятий, который будет принимать участие. Порядка 18 тысяч человек уже зарегистрировано для участия в данном праздничном шествии. Все, конечно, будут и образование, спорт, культура, общественные организации, партии будут идти. Все вместе. Строительный комплекс, муниципальное предприятие. Так что, молодежь. Так что, все будут, все готовятся. Причем, каждая колонна, как всегда, старается удивить, старается показать себя во всей красе, старается, как бы, себя, вот именно свою колонну выделить. Мы, в том числе, вот сферу культуры сегодня собирались и говорим, чем мы будем удивлять. Поэтому не буду раскрывать всех секретов. Будет очень интересно. И так, каждый год такая суета предпраздничная. Знаете, это так хорошо, когда коллективы собираются, вместе празднуют, вместе общаются. Приходят не только трудовые коллективы, они приходят с семьями, приходят с детьми. И вот такой настрой, как правило, у нас погода всегда радует. Надеемся, что в этом году не будет дождя, чтобы в полной мере получить от праздника действительно удовольствие. Основная точка отправная – площадь Победы, конечная площадь Соборная. Там, как обычное мероприятие какое-то, развернется. Да, конечно. Как всегда, у нас старт шествия пройдет в 10 часов. Все колонны стартуют в 10 часов, пройдут по Первомайскому проспекту, по площади Ленина. И окончание шествия на площади Соборной. Там будет установлена сцена, и на сцене будет праздничный концерт. Гуляния в этом году не будет. Все-таки мы пошли и прислушались к мнению горожан о том, что все-таки это праздничный день, именно православный праздничный день, пасхальный. Поэтому мы решили просто ограничиться концертом. Но концерт будет интересен. У кого-то будет желание потанцевать, поплясать, послушать наших музыкантов. Они эту возможность получат. То есть у нас будут рязанские коллективы? Да, рязанские коллективы, наши творческие силы города. В прошлом году, я помню, у нас и университеты какую-то свою программу представляли, на сцене выступали, танцевали, зарядку проводили. Что-то в этом духе будет? Конечно, в этом духе все и будет. Мы, знаете, когда готовим это мероприятие, всегда слушаем, слушаем, что же... И, допустим, звонок вчера был, звонила мама и говорит, вы знаете, у меня ребенок занимается бальными танцами. А нельзя, чтобы он выступил на сцене? Я говорю, ну, конечно, можно. Давайте мы попробуем, давайте мы посмотрим на выступающих и такую возможность дадим. Поэтому возможность выступить творческим коллективом, мы всегда открыты для общения, всегда открыты для чего-то нового. Поэтому, если такое желание будет, и вузы будут выступать, и наши коллективы будут выступать. Мы говорили о Светлой Пасхе. Это все-таки такой праздник. То есть у нас много православных верующих, которые, если и не ограничивали себя полностью, не постились, то все равно ограничения какие-то для них были присущи в этот период, скажем так. Тяжело 48 дней воздерживаться. И здесь такой праздник, сразу два повода. Не ожидается ли отплыв, скажем так, горожан за город, кто-то на дачу? Но вы знаете, мы не ставим себе задачи, чтобы согнать как можно больше людей на этот праздник. Когда анализируем каждый праздник после того, как он проходит, мы всегда смотрим фотографии. И вот, глядя на лица счастливых людей, понятно, что не все будут однозначно счастливы и все будут рады. Конечно, будут и комментарии, которые точно будут не очень приятны для нас. Но все-таки большее количество людей радуются этому празднику, радуются возможности пообщаться, радуются возможности поговорить, встретиться не только внутри своих коллективов, но вот, допустим, познакомиться с другими. Поэтому я думаю, что это хорошая традиция, и она будет у нас долго-долго в нашем городе существовать. Все-таки это праздник весны и труда. И отдали пригласительные билеты на предприятия, где самые заслуженные династии, которые работают на предприятии, получили возможность поприсутствовать и посмотреть со стороны на своих коллег, посмотреть со стороны на наш праздник. Я думаю, что это такое поощрение людей, которые отдали много-много лет силу своему родному предприятию. И, вы знаете, так хочется отметить, что предприятия, которые выделили эти билеты, они попросили билеты на трибуны. Потому что, как правило, трибуны всегда сложно заполнить 1 мая, 9-го нет. Здесь немножко другое. Как-то не было такого, что не хотелось смотреть на себя, хотелось пройтись, показать все дружно, поучаствовать в этом шествии. В этом году мы немножко пошли по другому пути. И как раз именно поощрение в коллективах мы эти билеты отдали на предприятия. Будут почетные граждане города, Рязани, области. Будут представители почетной династии наших предприятий, учреждения спорта, культуры, образования. Будут трудные подростки присутствовать на нашем шествии. Будут ветераны труда. Очень много будет ветеранов труда, представители общественных организаций. Так что мы постарались максимально дать возможность увидеть наш праздник людям труда. Хотела бы обратить внимание, что город будет перекрыт в 8-45. И те люди, которые готовы принять участие, готовы посмотреть или наоборот пройтись в колонне, они должны это знать, потому что в 8-45 они уже не доберутся до места построения, до площади Ленина, если они вдруг будут смотреть со стороны трибун. Поэтому с 8-45 город будет перекрыт. Вот именно по движению колонны. То есть это будет вокзальная, это будет площадь Победы, Первомайский проспект, площадь Ленина, площадь Соборная. И где-то 12.30-13.00 будет пущено движение в полном объеме. То есть в город с 8-45 до 13 центральная часть города будет перекрыта. Ну что ж, наши съемочные группы также будут присутствовать на Первомайском шествии. Надеюсь, мы с вами там и увидимся. Конечно, конечно. В этом воскресенье. Евгения Сергеевна, спасибо вам огромное, что пришли к нам и рассказали о праздновании сразу таких двух больших праздников. Пользуюсь случаем, хочу, конечно, поздравить всех верующих со светлой Пасхой и с праздником весны и труда. Всех трудящихся. Отлично, спасибо большое. И мы также наших зрителей поздравляем с наступающими праздниками. Скоро с вами увидимся. Это была программа подробностей. Всего доброго.